Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажем о том, как максимально быстро одеться на старте The War Within 11.02 патч. Ну а перед этим сходу, как всегда, тримовички! Тимовички! Это когда ты на своих ушах, как драктир, можешь улететь на крыльях. Это невероятные ощущения! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят постоянно. Телеграм, Нескорты обязательно подписывайтесь, смотрите, что там происходит, все анонсы. И, конечно же, Бусти, подписчикам и динатерам. Спасибо за поддержку, что я не мраю сходу. И, конечно же, на все остальные ресурсы тоже подпишитесь. С чего, ребяточки, начнем? Начнем с того, что все это видео будет такой вот полностью от А до Я гайд на одевание. Сейчас вы видите прекрасную табличку, которую я делаю, как обычно всегда, со всеми возможными вещами, где можно что-то получить. И по очереди все рассказываю, да, за каждый пункт. Так что, ребяточки, давайте начнем. Во-первых, квесты и аукцион, да, начнем с ПВЕ, 564 левел, да, то есть, ну, просто открываете аукцион. Если вам хочется так попроще одеться в начальные доспехи, оружие, можно просто, видите, 564 и, может быть, где-то выше, но это уже дроп какой-то одеть, да. Такая вот история, так что это понятно, да. Это понятно, это просто. Следующий пункт, ребяточки, локалки, события, рарники, 571 и левел. То есть, опять же таки, локалки дают до 571, то есть, вот 64 тоже, да, ну и, соответственно, также дают вот 71 за еженедельные всякие сундучки, в зависимости от того, какой у вас уровень предметов. Так что это понятно и просто, ребяточки. Что у нас дальше? Дальше у нас, ребяточки, World Boss. Да, World Boss появится он уже вроде как скоро, на следующий день, завтра, наверное, да, он появится с 11-го числа, сентября. World Boss, один из которых у меня, конечно же, почему-то Dragonflight показано, это очень интересно. Вот, собственно, вот, один из четырех будет появляться, какой-то из них, из него падает 603-я шмотка. Так что не волнуйтесь, в общем-то, на карте, как огромная локалка, он отобразится, и вы сможете одного из них убить. Тут все понятно, тут все очень просто, да. Что у нас дальше? Дальше у нас, ребяточки, об, гер, миф, ноль, подземелья. Тут все очень просто, либо ищите через поиск подземелий обычное, либо героическое подземелье, либо через заранее собранные группы подземелья ищите нули, да, нули какие-то, нулевые подземелья. То есть откроются они как раз-таки с 11-го числа, уже завтра, так что это тоже понятно, да. Ну и шмотки там падают соответствующие всему этому, так что не переживайте, да. То есть вот эпохальные 593-е, которые можно ходить раз в день, если что, эпохальные подземелья. Так что в теории можно быстро одеться, да, и подготовиться к рейду, да. Это как бы ответ на ваш вопрос, стоматически, это минимальный и левел. Так, давайте даже верим отдельным твичком. Минимальный и левел, чтобы упасть в ключи и в рейд, 593. Думаете об этом, да, ну в будущем. Сейчас может даже 580-й минимальный, чтобы куда-то пойти, потому что я вот сам 588-й. Помните об этом, да? То есть отдельным твичком вы постоянно спрашиваете. Следующая, ребятушки, информация LFR об Year Myth Raid. Тут все очень просто, да. Значит, LFR у нас откроется с 18-го числа, то есть по 3 босса в квартале, 4 квартала. И в итоге через 4 недели у нас откроется полностью LFR. То есть это через обычный поиск можно будет вот так вот рейды найти. Ну а, соответственно, обычный Year Mythic, об Year откроется с 11-го, Mythic с 18-го. Вот здесь там можно будет найти рейды War Within, ну и тут будут собираться пати в этот Нюрбанский дворец. И левелы там соответствующие, да, соответствующие. Что у нас дальше, ребятушки? Дальше у нас вылазки. Очень важный момент, вылазки 8+, то есть с 8-й вылазки и выше падает 603-го и левела. Шмотка с многообещающей вылазки, с помощью ключа вот этого, да, поэтому их надо было копить. То есть всего можно будет посетить примерно 10 вылазок в неделю, потому что там каждый день они как-то или через 2 дня обновляются. В общем-то их будет примерно 10 штук в неделю, поэтому 10 ключей, 10 603-х шмоток, 10 наручей, 10 плащей. Скорее всего, но так или иначе это приятно, да, то есть классно одеться за эти сундучки. Они с недельных сундуков падают, эти ключи, да, и, соответственно, а также падают их кусочки из локалок, вот такие, да, которые можно создать тоже ключ. Все очень просто, классно, многообещающая вылазка выглядит вот так, вот обычная вылазка выглядит, а вот так, которая светится, многообещающая выглядит вылазка. Наведете, видно, когда она заканчивается. Когда вы один раз ее проходите, открываете ключом, она перестает быть многообещающей. Да, что у нас, ребятчики, дальше? Дальше, дальше у нас, соответственно, мифик 2, 10 ключ, да, со 2 по 10 ключ, 597 до 610 и левела плюс шмотки. Плюс это, если улучшать, имеется в виду, чтобы вы понимали. То есть, ну, это мифические ключи, как ключ получить? Проходите мифическое нулевое подземелье, то есть, либо подходите к девочке Лидорми, которая у нас стоит и раздает ключи. Вот вспомнить бы, где она еще стоит, да, тут в одной из этих комнат она стоит, по-моему, вот здесь она стоит, как бы не ошибиться. Так, вон она, да, стоит, собственно, это вот здесь находится, вот здесь можно получить ключ. То есть, если у вас вообще никакого нет, вы отходите и говорите, дайте мне ключ, она даст ключ. Ну вот, но это, опять же, только с 18 числа мифические подземелья, которые ключом будут являться. Гайд по ним, соответственно, тоже будет после 18 числа, когда все это дело откроется, да. Да, так что вот так. Что у нас дальше? Дальше, ребяточки, у нас недельный сундук в соответствии с 10, вторым 10 ключом. То есть, за второй ключ дадут 606, за десятый ключ 623 шмотку, соответственно, да, с девятого ключа, причем, максимального левела шмотка падает, да. То есть, девятый ключ, грубо говоря, такой, типа, максимальный для недельного сундука. Недельный сундук у нас, ребяточки, находится вот здесь, да. То есть, насколько я понимаю, он будет, вот это будет недельным сундуком. Так что все понятно и просто находится это, ребята, вот здесь. Раз в неделю в среду, где-то в 9-10 утра открывается этот недельный сундук. Он из себя содержит шмотки с обычки Ера, либо мифик рейда. Находится там либо с вот эпохальных ключей, либо с вылазок, да. То есть, героический вот этот вот обычный Ер, рейд и так далее, это типа по количеству боссов убитых. Чем, соответственно, убили больше в том же обычке, либо в героике, тем, соответственно, шмотки лучше. И то же самое относительно ключей, да. 8 ключей надо пройти и вот 3 возможных места, из которых можно взять. То есть, шмотку всего одну можно выбрать, но за счет того, что ходишь и делаешь все, появляется разнообразие выбора. И улучшается вот этот самый и-левел, который там может выпасть уровень предметов шмотом. Так что тут, я думаю, понятно. Что у нас дальше, ребяточки? Дальше у нас есть возможность за гербы и камни доблести апать 640 и-левел. Да, ну, примерно я сказал, может быть, там 639, пока что нету понимания, да. 2400 Рио надо обычно, 2400 Рио, чтобы апать до максимума. То есть, что такое Рио? Рио — это когда мы закрываем подземелье, скажем так, тиранической недели, укрепленной недели. Вот так вот. Так что разнообразные вот это вот надо добивать Рио. Проходить большие ключи. Ну, это примерно что-то типа 8-й, 9-й, 10-й ключ, закрытый вовремя. Или не вовремя, к слову говоря. И тогда можно будет апать до максимума. Значит, гербы эти получаются, опять же, и камни доблести с Локалок, с Рейда и с Мифика. Чем, соответственно, выше сложность, тем лучше эти самые гербы. Это бывшие, если что, гребни. Их ограниченное количество на сезон. Есть какой-то кап, поэтому больше этого капа пока что не нафармить. Доблести просто 2 тысячи. И как получится. Улучшение находится вот здесь, шмота. И очень важный момент, который, может быть, не все знают. Но можно спокойно, смело, почти всегда улучшать шмотку, которую вы хотите. Ведь, когда вы в следующий раз, даже заменяя эту шмотку, будете улучшать ее же. Например, улучшить наплечник. Вот я вот улучшил до 606-го, да. То есть, если я выбью тоже шмотку ветеран на плечник и решаю его поменять, то у меня какое-то количество прокачки будет практически бесплатно. Там будет только чуть-чуть камней доблести. Гербы уже будут не тратить. Так что плюс-минус гербы можно тратить спокойно. Ведь система вот этого наверстывания, смены шмотки хорошо работает. Чтобы использовать и гербы, и при этом вы могли получше шмотку надеть. И, скажем так, уже спокойно апать. Если уже в этом слоте апали на этой, так сказать, сложности предмета, на уровне предмета. Надеюсь, вы поняли, да, что я имею в виду. Если нет, то как будто бы извините. Что у нас, ребяточки, дальше? Крафт, позолоченный, герб, предвестницы. 623-й, 636-й и левел. Что это значит? Это значит, что, во-первых, у нас есть крафт шмота, который находится вот здесь. Да, вот он находится вот тут. И, соответственно, вы выбираете, что скрафтить. Во-первых, вам нужно это, как же он называется, зачарованный, да, зачарованный, чаро. Зачарованный вот герб предвестницы, да, тут разные гербы предвестницы. Есть позолоченный герб. Вот. Вот он делается, и это нужно для того, чтобы в итоге вставить в какую-нибудь шмотку. Ну, например, например, вот вы хотите скипетр сделать, для этого вам нужна будет искра, которая, соответственно, получается, ну, одна штука в две недели примерно. Эту искру можно взять с недельных заданий, и потом сюда вставляется вот этот самый герб, который вы создали, и, соответственно, вставляется какое-то украшение какое-то, и какая-то вот именно какие-то статы, которые вам нужны, покупаются вот эти две штуки на аукционе. А для того, чтобы сделать какой-то герб, для того, чтобы можно было скрафтить шмотку, мы летим вот сюда, ребяточки, вот в это вот самое место, правее надписи кузницы, к вот этому вендору, и он, соответственно, продает вот эти вот формирующие позолоченные гербы и другие гербы, для того, чтобы сделать шмотку. Соответственно, также напоминаю, что вы можете ее перекрафтить. То есть, чисто теоретически, сейчас тоже можно скрафтить, например, с вот таким геровым шмотку, потом вы просто покупаете вот такой герб, жмете там в заказах перекрафт, это будет гораздо меньше ресурсов, скажем так, требовать, не будет требовать новую искру, и, соответственно, вы сможете переделать шмотку, сделать ее более лучшего уровня предметов, и, соответственно, прямо сейчас уже иметь какую-то классную шмотку, возможно, две с украшениями, ну, пока только одну, потому что искра только одна у нас есть, да, вот они, расколотые искра знамения. Так что помните об этом, просто сказал максимального левела шмотку за крафт, чтобы вы понимали, вот здесь написал. И, соответственно, не забывайте про катализатор комплектов ПВЕ, ребяточки. Что это такое? Да и ПВП, наверное, тоже. То есть, у нас есть вот такой катализатор, да, в чем его суть? Раз в неделю, либо в две, я не знаю, как сейчас, но раз в неделю, либо в две, копятся в нем заряды, и эти заряды, соответственно, можно тратить, чтобы какую-то шмотку сделать сетовой, любую шмотку. То есть, вы так тыкаете, да, и видите, она становится сетовой. Нужна вот этот гармонизирующий шелк. Даваться он будет раз в две недели, либо в одну неделю, ну, скорее всего, в две недели поначалу, а потом каждую неделю. Копится он на всем аккаунте, то есть, даже несозданный персонаж его копит. То есть, каждому персонажу по кусочку. Дается он автоматически в начале каждой недели, поэтому фармить его где-то не надо. Ну, это для того, чтобы сделать быстро сетовую шмотку и комплект в итоге создать, да, либо для трансмога. Ну, поначалу, конечно, для того, чтобы собрать полностью комплект, любую шмотку, которую некомплектная, засовываете, и отлично. Находится катализатор у нас вот здесь, ребяточки. Помним об этом. И это хорошо. Такой метод не то, чтобы прям ходить в рейд. То есть, через две-три недели рано или поздно все выпадет. Возможно, в недельном сундуке тоже комплектная шмотка с того же ключа мифического может выпасть, да. Интересно, кстати, может ли комплектная шмотка с вылазок выпасть, да, в вылазке именно недельного сундука, потому что недельный сундук у нас третий слот теперь под вылазки сделан. Соответственно, что еще, ребяточки? Давайте немножечко про ПВП. ПВП у нас, естественно, можно купить за честь и за завоевание, соответственно, шмотки. То есть, я тут написал минимальный левел, с которого они покупаются, завоевание, примерно минимальный левел, и каким они становятся в ПВП и левелом, и плюс это в том плане, что их можно улучшать. Я думаю, вы поняли. Находится у нас ПВП-возня вся. Вот здесь ПВП-возня. Здесь находятся у нас очки завоевания. Вот он, да, награда за очки завоевания. Видишь, тут уже что-то начало появляться. А вот здесь, кстати говоря, улучшение предметов, ну, как для ПВПшников, так и для ПВЕшников, ну, просто для удобства ПВПшников сделали еще одно улучшение предметов, что, очевидно, удобно. Что, очевидно, удобно, и вот здесь у нас очки чести продается, да. Что там? Я думаю, что здесь еще также будут какие-то типа кровавых жетонов, которые у нас и были до этого момента. Крафт, кстати говоря, тоже здесь продается для того, чтобы крафтить шмотки за честь. Я думаю, что кровавые жетоны и так далее, за локалки и WorldPWP тоже здесь будут, и по уровню предметов они будут, возможно, как честь, либо чуть слабее, либо чуть сильнее. Что-то такое, да. По левелу, то есть вот примерно такая у нас ситуация по всем возможным местам одевания. Советую максимально идти по этому пути. Написал вам видос, как идти от А до Я, то есть на что стоит обратить свое внимание. Скажем так, вылазки восьмые, например, закрываются вроде как в 580-м шмоте, но пока их у нас нет, нельзя точно говорить, откроются они как раз тоже завтра, 11-го числа. То есть вот такая вот история. Так что одевайтесь, наслаждайтесь. Лишний раз напоминаю, что завтра, 11-го, у нас откроется обгер рейд, все вылазки и мифический ноль ключей, которые можно ходить каждый день. Раз в день все ключи можно будет пройти. Соответственно, 18-го начинается сезон, в том числе, наверное, и PvP сезон, и ключ сезон, и мифический рейд откроется. И, наконец-таки, можно будет получать недельный сундук и так далее. Так что наша ближайшая цель, начиная с завтрашнего дня, это пройти обгер рейд, что мы будем делать на стриме, пройти максимальное количество вылазок, восьмого, плюс сложности, да, и, конечно же, спустить ворлбосса обязательно, и, возможно, нолики поформить для тех же гребней, для тех же слотов, которые мы не успели заполнить с помощью рейда и ворлбосса и так далее, да. Так что такая вот история. Надеюсь, вам понравилось это видео, было максимально полезным, и, как всегда, ребяточки, бэк-бэк-бэк-бэк-бэк, Продолжение следует...